Аварийно-спасательные службы, коммунальные, бригады городских и районных электросетей были задействованы в ликвидации последствий сильного ветра и ливня, обрушившихся на Анапу в воскресенье вечером. Грозовой фронт навис над курортом днём. Стихия набрала силу к шести часам вечера. Первым под удар попал Гайкадзорский, затем Субсехский сельский округ. Через несколько минут сильный ветер и ливень начались в городе. Порывы ветра достигали 23-25 метров в секунду. Ливень продолжался 15-20 минут. В течение часа выпало 27 мм осадков. Это 75% месячной нормы. Незамедлительно по поручению главы Анапы Сергея Сергеева было собрано внеочередное заседание КЧС. Его провёл заместитель главы, председатель комиссии Алексей Харитонов. По сводкам оперативной информации были определены наиболее пострадавшие участки и комплекс первоочередных мероприятий. На работу социально значимых объектов в жизнеобеспечении стихия не повлияла. Все функционировали в штатном режиме. Последствия сильного ветра и ливня видны были вечером. Поваленные деревья и ветки, порванные провода линий электропередач. В расчистке проезжей части, тротуаров, придворовых территорий и откачке воды были задействованы дежурные смены муниципальной службы спасения, анапского отряда краевой аварийно-спасательной службы «Кубань-Спас», предприятий «Водоканал» и «Зеленстрой» и другие коммунальные службы города. Энергоснабжение пострадавших населенных пунктов, частично Супсех, Гайкадзор и Бужор, восстанавливали шесть бригад районных и городских электросетей. Работали и в городе. Без электроэнергии частично остались 12-й микрорайон и район Высокого берега. Работы по ликвидации последствий стихии продолжались до полного восстановления. К шести часам утра 21 июля.